Всем привет! Сегодня я вам расскажу 4 способа, как набрать парикмахеру в свой аккаунт Instagram абсолютно бесплатных подписчиков, абсолютно бесплатный трафик. И да, такое возможно в 2021 году, и речь пойдет не о хэштегах, геотегах, взаимных пиарах и так далее. Эти инструменты, конечно, есть и работают, но работают они очень неэффективно. И с такими способами вы будете набирать аудиторию примерно полгода или целый год. Так вот, что же это за способы, что же это за площадки? Сейчас все расскажу. Подписывайся на мой канал, потому что здесь очень много полезного контента для парикмахера. Итак, скорее всего, вы все хотите побольше новых записей, побольше новых клиентов, побольше подписчиков в своих соцсетях. Сразу предупреждаю, все 4 площадки требуют от вас много максимально частого контента. И это нормально, потому что чем больше и регулярнее вы общаетесь со своей аудиторией, делаете какие-то обновления, постите, делаете какой-то контент, тем, конечно, охотнее вас продвигает любая соцсеть. И первый способ, первая площадка, это, конечно же, TikTok. Кто еще не там, скорее идите и забирайте свою бесплатную аудиторию. Там действительно можно продвигаться бесплатно. У меня есть несколько успешных кейсов бьюти-мастеров, которых я веду, с ведением профилей, которых я занимаюсь. И это действительно крутые результаты. Мы примерно за месяц набрали 2000 подписчиков, за которых ни копейки не заплатили. Это действительно рабочий инструмент. Но что вам нужно будет делать? Во-первых, ввести свой аккаунт TikTok только в одной тематике. То есть, если вы парикмахер, у вас должно быть в вашем TikTok все, что связано с вашей работой. Ваше портфолио, ваши работы до-после в видеоформате. Ваши смешные какие-то истории, возможно, из деятельности трудовой. Ну и в целом все, что связано с вашей работой, все, что связано с вашей жизнью. Это очень важно. Как только вы начинаете снимать тренды, как только вы начинаете снимать какие-то непонятные на разные тематики видео, люди отписываются. Людям это неинтересно. Они подписываются на специалиста, они подписываются на тематику. И очень важно делать от 5 роликов в день на первоначальном этапе, а дальше по 2 видео, допустим, каждый день. Да, это требует времени, да, это требует контента. Но если вы, например, сядете в 1-2 дня, предзапишите много-много роликов и будете их потом планомерно выкладывать в течение 2-3 недель на ежедневной основе, вы сразу же увидите результат. Это я вам гарантирую. Следующая бесплатная площадка, которой мало кто пользуется, а очень-очень зря, это Pinterest. Что это такое? Если вы скачаете это приложение, зайдете в него, то вы увидите очень много разных визуалов. Это красивые картинки, это различные видео, да, тоже такие эстетичные, очень красивые. И это ваша целевая аудитория, те люди, которые будут смотреть ваши работы. Это очень хорошо подходит тем мастерам, которые действительно классно умеют фотографировать свои работы. Например, какой-нибудь холодный блонд, да, ну классно же, когда ваша работа вирусится по интернету, когда ее приводят в пример, когда ее репостят, да, когда ее показывают другим людям как пример. Поэтому, что вы делаете? Есть такое понятие, как кроспостинг. Что это значит? Это значит, вы ведете свой инстаграм, выкладываете туда, допустим, какой-то пост. И одновременно, в эту же секунду, этот пост у вас выкладывается во всех остальных соцсетях, в том числе и в Пинтересте. Например, вы выложили какой-то пост со своей работой, написали какой-то экспертный текст, как, например, выбрать фен или как выбрать бессульфатный шампунь для блонда. И этот пост одновременно появился в ВКонтакте, в Фейсбуке и в том числе и в Пинтересте. Чтобы узнать тот сервис, который делает это все за вас, автоматизирует эту работу, можете написать мне в Директ. Ссылка на мой инстаграм в описании под этим видео. Я поделюсь с вами этим прекрасным сервисом. Так вот, можете использовать сервис, можете делать это все вручную, но ваши фотографии, ваши видео, красивые эстетичные видео должны быть в Пинтересте. Для чего это нужно и как это работает? Человек, когда ищет, например, тематику волос, тематику холодного блонда или ищет себе подходящий цвет, например, тот рыжий, который мне больше всего нравится, который мне больше всего подойдет, он может найти именно в этой соцсети. Потому что Пинтерест – это тоже социальная сеть. Сохранить себе этот цвет, перейти к вам, показать, как они обычно приходят к вам с картинками. Так вот, эта картинка желательно, чтобы была ваша. И очень круто, когда к вам приходят новые клиенты и показывают вам вашу же работу и говорят, что хотят именно так же. Поэтому обязательно выкладываем, обязательно оставляем в Пинтересте ссылку на Инстаграм и получаем бесплатный трафик из другой соцсети, абсолютно ничего не делая там, абсолютно не тратя время на дополнительный контент в Пинтересте. Третий способ, которым тоже почему-то мало кто пользуется – это Яндекс.Дзен. Что это такое? Это такая же соцплощадка на платформе Яндекса. И что это вам дает в первую очередь? Это вам дает тот бесплатный трафик тех людей, которые набирают в поисковиках ваши ключевые слова. Допустим, вы написали какой-то экспертный пост о том, как сделать так, чтобы волосы блестели и прописали ежедневные действия на неделю. Что вы делаете? Берете свой текст и размещаете на Яндекс.Дзене. Таким образом, когда девушка набирает в поисковике в Яндекс какой-то запрос, связанный с блеском ее волос, ваша статья вылазит ей в результатах поиска. Ваша задача – обязательно добавить в эту статью ссылку на Инстаграм. И также получать бесплатный трафик и оттуда. Это очень круто. Зарегистрируйтесь, попробуйте. Важно делать это все ежедневно, регулярно. Обязательно, чем больше, тем лучше. И тем чаще ваши посты, ваши, допустим, статьи будут влазить в результатах поиска у конечных клиентов. И четвертый способ, тоже очень крутой, тоже очень эффективный – это альтернативный текст. Что это значит? Каждый раз, когда вы выкладываете просто публикацию в Инстаграм, не Reels, не IGTV, а именно публикацию, неважно, это фото или видео, например, но именно публикацией, перед тем, как выложить видео или фото, перед тем, как выложить свой пост, у вас откроется меню, в котором вы должны выбрать расширенные настройки. И в этих расширенных настройках есть так называемый альтернативный текст. Что же это за текст? Это как раз тот текст, по которому вы будете индексироваться в поисковиках. То есть, если вы пишете пост, экспертный классный пост о том, как выбрать фен, откройте расширенные настройки и напишите в альтернативный текст, как выбрать фен. Фен, там, фен, лучший фен для тонких волос, да, фен Dyson, фен такой-то, фен Babyliss. То есть, напишите как можно больше поисковых ключевых слов, которые, скорее всего, будут вводить ваши клиенты в поисковик. И таким образом, в результатах поиска, причем здесь уже не важно, Google или Яндекс, у человека будет вылазить в том числе и ваш пост в Инстаграм. И он будет по прямой ссылке переходить именно к вам. Вот такие крутые 4 способа. Я вам желаю как можно больше классных подписчиков, побольше отзывов и минимум вложений на рекламу. Всем пока-пока!